Если бы вам задали вопрос, какой самый популярный бренд смартфонов именно в вашей стране, что бы вы ответили? Вот я живу в Украине, я уже наверняка знаю ответ на этот вопрос, хотя я думаю, даже тот ответ, который будет, он, наверное, будет у вас такой же. По результатам 2018 года самым популярным, самым запрашиваемым и, пожалуй, самым продаваемым брендом смартфонов на территории моей страны оказался бренд Xiaomi, и вы знаете, я даже не удивляюсь, я удивляюсь даже, почему так прям поздно произошло, но ответ на этот вопрос тоже логичный, потому что официальный выход Xiaomi на территорию Украины произошел не так давно. В 2016 году, в конце 2016 года кое-что изменилось. Бренд Xiaomi официально заступает в Украину, и я пристально, да не только я, вы тоже пристально смотрели за тем, как это дело все происходило. Постоянно открываются новые мисторы, проходят различные ивенты, да, теперь даже в рамках нашей страны проходят крупные мероприятия и презентации некоторых смартфонов. Все вы помните глобальный запуск Xiaomi Mi 8 Lite в Киеве, именно мировой запуск Mi 8 Lite в Киеве, то есть глобальные продажи Mi 8 Lite. Стартанули из Киева, чем мы были очень горды, что такой бренд и ассоциируется напрямую прям вот у нас. Это было очень здорово, и, по правде говоря, я сейчас встречаю большое количество людей из разных слоев населения, которые переходят на Xiaomi. Мало кто даже правильно произносит название этого бренда, но какая разница, люди голосуют за цену и функциональность, за соотношение цены и качества. Xiaomi это четвертый в мире и третий в Китае производитель смартфонов. За прошлый год компания серьезно прибавила оборотов во всех направлениях. Для тех, кто не в курсе, Xiaomi делает не только крутые смартфоны, а еще и планшеты, ноутбуки, пауэрбэнки, носимые устройства, аудиотехнику, камеры, проекторы, велосипеды, дроны, мебель и даже туалетную бумагу. Если продолжить перечисление, то можно и не остановиться. Ну и теперь уже официальная информация. Xiaomi это лидер по продаже смартфонов в Украине по итогам декабря 2018 года. На протяжении 2018 года Xiaomi умудрились продать 100 миллионов смартфонов. Это очень большое количество устройств и мне кажется, что эта цифра сейчас будет только расти, потому что несмотря на то, что этот бренд становится все популярнее и популярнее, есть еще огромное количество людей, которым нужны недорогие смартфоны и они еще не знают про этот бренд. Просто потому что еще не пришло им время обновлять телефоны в принципе. Ведь есть люди, которые умуляют устройства не каждый год, а раз в два года, раз в три года, в четыре года и скоро настанет их час тоже. И знаете, что самое удивительное? Удивительно то, что я там наблюдаю за брендом Xiaomi с самого начала, еще тогда, когда компания вообще не ассоциировалась ни у кого со смартфонами или с техникой. Это ведь был маленький стартап, который занимался разработкой программного обеспечения для смартфонов. Вернее, оболочка их Mi Launcher, который выпускался, я помню еще сам, когда накатывал эту оболочку на смартфоны Samsung, на смартфоны HTC. И удивлялся, насколько круто у них получилось сделать программное обеспечение, которое частично повторяло интерфейс айфона. То есть вот раньше как было Android смартфоны, это был рабочий стол, а потом была кнопка меню, куда тебя перебрасывало список приложений и настроек. Xiaomi пошли другим путем, они сделали просто общий рабочий стол. И тогда это было в диковинку для всех, и было интересно увидеть облегченную оболочку, допустим, на каком-нибудь Samsung Galaxy S1, который от своего TouchWiz немножко подлагивал, а на оболочке Xiaomi летал. И прошло буквально несколько лет, как компания, которая разрабатывала софт, причем не самый популярный софт, превратилась в самого крупного разработчика смартфонов. И не только смартфонов, вообще гиковского железа. Это действительно наблюдать очень непривычно. И вот этот путь, который проделывала Xiaomi за несколько этих лет, он настолько короткий и успешный, что никакая компания не может похвастаться такими же результатами. Допустим, каких-то определенных результатов компания Google добивалась им чуть ли не 20 лет, Apple там чуть ли не 40 лет. А Xiaomi это сделала просто в каких-то три шага. Вот уже который год подряд Xiaomi открывает в Украине официальные Mi Store. Я лично сам наблюдаю один в Одессе. Есть еще, насколько я помню, и в Харькове, и во Львове. Сейчас вы можете смотреть и наблюдать за тем, как это все происходило. Фотографии с мероприятий, видео с мероприятий, открытие магазинов. И вы знаете, это действительно здорово, потому что до этого времени настоящих магазинов, которые бы нормально ассоциировались с техникой, да, вот как это принято в Америке. Вот есть Apple, есть Apple Store. У нас не так уж и много. Есть, конечно, брендовые магазины каких-то крупных компаний, но они на самом деле все какие-то невзрачные. Когда ты заходишь в магазин Xiaomi, ну он сделан аккуратно, он сделан красиво, приветливо. Я, кстати, бывал в магазинах Xiaomi в абсолютно разных странах и постоянно общался с продавцами. Мне нравится, когда в Китае приходишь в магазин какой-то Mi Store с камерой, либо с чем-то еще, ну просто поснимать, либо сторис, тебе сразу же продавец задает вопрос, типа, ты медиа, ты пресса? И как только говоришь, да, они сразу вокруг тебя, давай подсказывать, помогать, что тебе принести. То есть они понимают важность этого, важность освещения своего бренда, важность вообще, вот, знаете, лояльности пользователя, не только покупателя, но еще и прессы. Потому что во многих магазинах, когда ты приходишь, пресса, не пресса, всем все равно, потому что там работают люди, которые мало что понимают в технике. Я думаю, вы сами замечали, что есть люди, которые работают в разных магазинах потребительской электроники, и они, ну как-то они, как бы, да, они умеют продавать, но они не горят этим делом. В Xiaomi в магазинах отбираются люди, которые частично являются чуть ли не амбассадорами этого бренда. И отвечая на вопрос, как же компания Xiaomi пришла к первому месту на рынке в Украине, конкретного ответа на этот вопрос нет. Все благодаря сообществу, все благодаря фанатам, с которыми я сам не раз встречался на разных презентациях с разных стран. Представьте ситуацию, мы приезжаем, допустим, в Пекин на презентацию смартфона, там уже находятся ребята из Украины, это фанаты, у которых уже новые смартфоны на руках раньше, чем у прессы. Они уже ходят, фотографируют на них, делятся информацией в блогах, и вот посмотрите, какое отношение бренда вообще ко всей этой движухе, насколько они понимают, как важно поддерживать комьюнити. Это очень круто, но я могу сказать лично из своего опыта то, что мне нравится Xiaomi не в том плане, что у них доступные смартфоны, а мне нравятся сопутствующие товары, потому что у меня у самого телевизор Xiaomi, приставка Xiaomi, умный пылесос Xiaomi, Xiaomi Mi Band у всей моей семьи, у родителей моих Xiaomi Mi Band, да есть огромное количество аксессуаров, которые я точно уже даже забыл перечислять, это и пауэрбэнки, это и даже провода к айфонам делает Xiaomi, очень крутые суббренды ZMI. В принципе, если вам нравится эта тема, мы можем раскрыть ее больше, потому что материал про то, какими брендами обладает Xiaomi, какие суббренды она поглотила и какие уникальные она продукты делает, займет, наверное, минут на 30. Список брендов, с которыми сотрудничает Xiaomi и создает совместно крутые продукты, он просто невероятный, он огромный, вы даже представить себе не можете, какие вообще вещи эта компания делает сейчас. У меня даже есть определенное предложение и запрос от ребят от Xiaomi, чтобы начать вести рубрику про необычные вещи от Xiaomi, то есть оставлять список, доставать это все дело, привозить это на студию, тестировать и показывать. Если вам понравится такая инициатива, поддержите это видео лайком и напишите в комментариях, а чем вам нравится бренд Xiaomi. То есть понятное дело, что доступные смартфоны нравятся всем, тот же Xiaomi Redmi Note 7, который мы обозревали и будем еще обозревать замечательный смартфон. Но я призываю смотреть на этот бренд не с точки зрения доступности и цены, а с точки зрения ассортимента вещей, которые совместно работают очень круто. Ребят, что тут еще сказать? Лайк, подписка, Xiaomi. Субтитры сделал DimaTorzok